ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда-то здесь колосились поля, но сегодня Воскогорский район переживает самый настоящий строительный бум. Получить землю под застройку где-то в посёлке уже практически невозможно, потому осваиваются всё новые и новые территории. И объекты строятся настолько плотно, что, к примеру, на улице Крецкова вы живёте, а буквально через забор уже школа. Счастливые обладатели своих личных шестисоток практически в черте Казани кирпич за кирпичиком возводят дом своей мечты. Здесь на двух гектарах земли, по задумке местных властей, должен вырасти новый микрорайон с индивидуальными жилыми постройками. 35 соседей бок о бок будут обживать эту территорию. Казалось бы, от мечты до реальности уже рукой подать. То есть народу-то много будет? А что здесь привлекает? Вот именно место привлекательное, нет? Ну, нормально же, вот школа-садик. Вот, считай, садик есть, школа для детей, да? Да. Лес, там, вон, кладбище. Лес, кладбище, да, всё рядом. Собственники этих земель до сих пор не верят, что их землю и все эти постройки могут признать незаконными. Кто-то уже вывез технику и заморозил строительство в ожидании лучших времён. А кто-то всё ещё надеется на чудо, хотя и земля уходит из-под ног. Всё прошла, регистрация прошла, всё официально, всё купили. Выписка на руках. Выписка на руках. Ну, а вот не слышали о том, что сейчас идут судебные процессы по поводу этой земли? Да, мы слышали, да. И как? Вот как ваше состояние? Как состояние? Надо же сейчас доделывать как бы. Всё равно это решится, я думаю, вопрос. Когда-то этот участок входил в жилую зону Ж1, и на этой территории по правилам землепользования и застройки Выскогорского района можно было возводить жилые здания и объекты культурно-бытового обслуживания. Всё по закону? Казалось бы, да. Никаких препонов для строительства коттеджного посёлка со стороны закона никогда и не было. Но администрация Выскогорского сельского поселения, по причинам, которые на первый взгляд не поддаются никакой логике, делает длинную и сложную многоходовку. Собирает людей, проводит слушания и выносит постановления об изменении вида разрешённого использования на эту землю. То есть можно было строить дома, а теперь только объекты гостиничного бизнеса. Вопрос следующий. По вашему мнению, является ли законным... Данные постановления 31 июля 2019 года, происходящий номер 76. Не является. Глава Выскогорского сельского поселения, который на момент этой операции с землёй возглавлял исполком, на суде признался, что принятое исполнительным комитетом посёлка постановление об изменении вида разрешённого использования земли является незаконным. Так как в зоне Ж1, а её никто на этот момент не отменял, гостиничный бизнес развиваться не может. Это оговорено, как мы уже сказали, в правилах землепользования и застройки. В прокуратуре Высогорского района по обращению гражданина проведена проверка исполнения земельного и градостроительного законодательства при предоставлении муниципального земельного участка. По результатам проверки выявлено нарушение законодательства. Только зачем нужно было менять вид разрешённого использования земли? Ответ, как оказался, лежит на поверхности. После того, как на этой муниципальной земле разрешили вести бизнес и строить гостиницу, её выставили на аукцион. В итоге торги выигрывает всего один человек, который отважился в Искогорском сельском поселении и даже не в центре посёлка, а на окраине, заняться гостиничным бизнесом. А они, чтобы отсеять на аукционе потенциальных покупателей, которые бы создавались на земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, приобрёл бы с аукциона, ну, то есть, соответственно, заявителей не было на гостиничный обслуживание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok То, соответственно, исполком в муниципалитет получил более 30 миллионов рублей бюджет, потому что спрос на земельный участок при аукционном именно из ЖС очень большой. Сотка земли дорогая, и, соответственно, на аукционе цены тоже высокие. Глава сельского поселения, который на судебный процесс был привлечён в качестве свидетеля, не смог даже вспомнить, что это был за участок и почему вокруг него возник такой ажиотаж. Эта территория в два гектара никогда не привлекала внимания местных властей. Ну, вам же известно было, как этот участок застраивался в 156-й? Ну, как он осваивался, точнее скажем. Как осваивался? Да. Я до этого даже, когда это был к нам, не интересовался даже. Как он может не знать, если здесь огромный парк Заказания, здесь проходят Сабантуи, та же мечеть и школа, когда школа образовывалась, не могла это пройти мимо главы сельского поселения. И не знать, что здесь есть такой большой участок с двумя гектарами, это просто нереально. Но вопросов больше, чем ответов на них. Что за люди выкупают землю в приграничных с Казани территориях? Откуда такое содействие бизнесу? Как известно, земельные вопросы приходится решать годами, а в Искогорском случае это дело было всего нескольких месяцев. Настолько быстро был осуществлен перевод. И неужели у этих многострадальных земель больше нет другого предназначения, кроме плотной коттеджной застройки? Интерес к Высокогорскому району у нас все-таки растет. Я могу допустить, что земля под ИЖС в этом месте будет дороже, чем и интереснее, чем земля под коммерческую недвижимость в частности гостиницы. По мнению руководителя гильдии риэлторов Татарстана, Высокогорское направление с каждым годом становится все популярнее. Спрос на землю увеличивается и растет его цена, а это уже, как известно, хорошая почва для коррупционных проявлений. Если прокуратура сможет отстоять свои доводы в суде, то похоже, что эта история будет еще с продолжением. Елизира Юзаева и Андрей Мохов. Семь дней. Семь дней. Продолжение следует...